Привет всем, с вами Дим Чек и это Сок Недели. Еженедельно я буду рассказывать вам о самых интересных новостях из мира технологий. Давайте же начнем. Первая новость гласит о том, что компания Viber Media купила японская компания Rakuten. Она контролирует почти 28% японского рынка интернет-продаж и говорит, что покупка Viber им очень поможет в захвате рынка и так далее. Продали Viber по очень заниженной цене в 900 миллионов долларов с их аудиторией в 280 миллионов человек. Чтобы вы понимали, Skype продали за 8,3 миллиарда долларов, когда их аудитория была всего лишь 600 миллионов человек. Viber поможет компании Rakuten продвинуться на рынке из-за своего стройного магазина стикеров и IP-телефонии. Специалисты из компании Rapid7 написали собственный вирус, который базируется на уязвимости в старых версиях прошивки, из-за которой его можно передать просто завшифровав в QR-код или вместив в ссылку в браузере. Это как-то странно, скажите. Разработчики заявили, что распространять вирус не будут и что написали его просто для того, чтобы показать гуглу, что пользователи, чьи смартфоны на андроиде 4.2 и ниже, могут спокойно стать его жертвой. Кстати, эта уязвимость срабатывает абсолютно на каждом устройстве на андроиде и это доказал Джошуа Дрейк, который взломал свой Google Glass. Теперь немного о рекламе. Компания Samsung высмеивает Apple в своей рекламе. Видео были посвящены Samsung Galaxy Note 3 и Galaxy Tab Pro. Как ни странно, акцент был сделан на то, что у компании Apple в устройствах нету стилуса и огромных экранов. Компания Huawei, в свою очередь, не отстает и в своей рекламе указывает на то, что у Apple и Samsung очень плохо держат батареи, очень плохие сервисы и всякое другое. Таким образом, они пытаются прорекламировать Huawei Accent Mate 2 4G. Как бы это странно ни звучало. И страшно. Ужасно. Как с помощью шаблона за 10 баксов зарабатывать 10 тысяч долларов в день? Парень из Америки это знает. Он купил шаблон игры, прорисовал достаточно качественные уровни и теперь зарабатывает по 10 косарей баксов в день. Очень долго приложение находилось далеко от топ-чартов. Но тут в один прекрасный день сразу очутилось на втором месте топ-чартов. Это как вообще? А, я вам сейчас объясню. Все благодаря тому, что этот парень за 2 дня купил это приложение больше 20 тысяч раз с фейковых аккаунтов. Кстати, называется оно Red Bouncing Ball Spikes и стоит 99 центов. Компания Nokia наконец-то выпустила Treasure Tag. Это бревок, который вы сможете подцепить почти куда угодно. И он посредством NFC или Bluetooth будет показывать вашему смартфону, где находится эта вещь, на которую, естественно, вы подцепили этот бревок. Ну, само собой. Эта вещь отлично подойдет для женской сумочки, ибо там вообще никогда ничего невозможно найти. Да? Компания Facebook купила WhatsApp за 19 миллиардов долларов США. Ну, чтобы вы понимали, это много. 4 миллиарда из всей этой суммы отдали наличкой. Нифига себе. А остальные акциями своей компании. Лично я думаю, что WhatsApp теперь не будет нормально функционировать, как это было раньше. Apple выпустила обновления iOS 7.06 и 6.1.6. Последние для iPod Touch 4-го поколения и iPhone 3GS. Знаете, они так бросаются обновлениями систем, что мне кажется, что 7.1 уже не будет. Напоследок у нас самое интересное. Американская почта выпустит почтовую марку с изображением Стива Джобса. В 2014 году будут дорабатывать ее дизайн, а в 2015 уже выпустят. И это связано с тем, что в 2015 будет 60 лет с дня рождения Стива Джобса. А на этом все. С вами был Демчек. Подписывайтесь на канал, ставьте большие пальцы вверх, читайте меня в Твиттере. Всем удачи. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok